Добрый день! Сегодня мы поговорим об особенности глаголов с последней буквой корня НУН при прибавлении окончания НУ. Речь идет о прошедшем времени. Первое лицо, множественное число. Сейчас на примерах я объясню, о чем я говорю. Например, мы берем глагол МАЗМИН. МАЗМИН. Это приглашает. И мы хотим сказать, в прошедшем времени мы пригласили. На слух нет проблем у нас образовать эту форму. Получается ИЗМАННУ. И нам хочется записать вот таким образом. ИЗМАННУ. Мы прибавили окончание НУ к этому глаголу. Но сейчас правило, мы договариваемся. В случае, если глагол заканчивается на букву НУН, последняя буква корня НУН, при прибавлении окончания прошедшего времени НУ, две буквы НУН у нас сливаются в одну букву. Мы произносим ИЗМАННУ, но пишем с одной буквой НУН. И это правило касается всех глаголов, глаголов всех беньянов. ИЗМАННУ мы произнесем, а напишем, как будто бы там написано ИЗМАННУ. ИЗМАННУ пишем без двух букв НУН, одной буквой НУН. И я сейчас скажу, к сожалению, было бы хорошо, если бы в современном языке допускалось написание двух букв НУН. Но пока это не норма, и поэтому мы вынуждены это учитывать. То есть, дополнительная сложность для нас. Давайте возьмем глагол, например, в настоящем времени я сначала запишу. МЕТАКЕН. МЕТАКЕН это ремонтирует, исправляет. И мы хотим сказать, мы отремонтировали. Получится ТИКАННУ. То есть, на слух никаких проблем у нас нет. ТИКАННУ. Но когда мы напишем, мы напишем только одну букву НУН, И это также будет по виду совпадать. Это совпадает со словом ТИКАНУ. То есть, непонятно. Либо здесь написано ТИКАННУ или ТИКАННУ. По контексту придется нам догадаться. Или АНАХНУ ТИКАННУ или ЭМ ТИКАННУ. Но мы пишем одну букву НУН. К сожалению, это правило осталось из классического иврита, и мы вынуждены на данном этапе соблюдать это правило. В современном языке пока нет изменений. Я бы с радостью вам сообщил, я еще раз говорю, если бы допускалось написание двух букв НУН. Но пока поправляют. В школе поправляют, когда человека берут на работу, тесты он какие-то делает. То есть, это считается ошибкой, если там будет две буквы НУН. Я возьму следующий глагол. Например, давайте возьмем глагол МЯШИН в настоящее время. МЯШИН. Это КУРИТ. И давайте скажем, мы не курили. АНАХНУ ЛО ИШАННУ. Напишем ЛО ИШАННУ. Хочется написать два раза НУН, напишем только один раз НУН. ЛО ИШАННУ. Давайте мы скажем, мы играли на каком-то музыкальном инструменте. В настоящем времени это МЕНАГЕН. МЕНАГЕН играет на музыкальном инструменте. Я хочу сказать, мы играли. Получится НИГАННУ. Мы произнесем дважды Н звук, но напишем НИГАННУ с одной буквой Н. НИГАННУ. НИГАННУ. Давайте возьмем слово МАЗМИН. МАЗМИН это приглашает или заказывает в настоящее время. Давайте скажем, мы заказали. У нас получится ИЗМАННУ. ИЗМАННУ. Я напишу это слово. ИЗМАННУ с одной буквой НУН. Я надеюсь, это было понятно. И все-таки это будет сложно, потому что привыкнуть к этому непросто. Мы часто ошибаемся. Но для этого мы учимся, чтобы количество наших ошибок было меньше. Теперь я в любом случае скажу, что если вы вдруг напишите с двумя буквами НУН слово ИЗМАННУ, это неправильно. Это ошибка. Но это не серьезная ошибка. Я подозреваю, что большинство израильтян пишут так. Но пока это не норма. Поэтому я вам не могу сказать. А третий раз это говорю. Я вам не могу сказать, что это допустимо. Нельзя так писать. Мы будем писать с одной буквой НУН. Спасибо за внимание. С вами был Марк Харах. Лейтроот. До свидания.